сегодня покажу сразу три способа как сохранить чеснок простой проще и интересный ну что с ним делать целый пакет чеснока его же нужно как-то сохранить привет друзья с вами ухты кухня мама привезла целый пакет зимнего чеснока сегодня буду его спасать аня спасительница присоединяйтесь будет очень просто интересно а какая помощь на кухне для начала конечно же его нужно почистить для этого приглашаю всех своих мужчин за стол и занимаемся все дружненько усердно трудится молодец у тебя быстро получается решила сделать свою любимую пасту для этого у головки чеснока срезала верхушечку выложила все красивенько на противень каждую головочку солю для аромата можно добавить розмарин будет вкуснее есть надо использовать и немножко поливаю растительным маслом буквально по капельке все ставлю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-30 минут буду ориентироваться по румяности а сейчас еще проще рецепт миска килограмм соли любой крупной без примесей всяких и добавок берем чеснок до сережка мы с этим справились друзья сейчас беру вилку и все хорошо перемешиваю прямо так растираю такой аромат чеснока в доме стоит что это просто зато спасли его и приготовим с ним очень много вкусных блюд вот такая мокрая соль получается конечно же можно посушить в духовке я друзья этого не делаю и так прекрасно все хранится потому что соль это хороший консервант беру чистые сухие баночки раскладываю соль спросите вы куда ее применять да куда угодно и в суп и в борщ добавить и мясо замариновать и яичницу присолить везде куда используете чеснок можно использовать эту соль помню о том что она соленая осталось баночки только закрутить плотно все мы с этим справились и поставить в шкаф просто на кухне храню поехали дальше друзья я думаю чеснок уже запекся красиво смотрим что у нас здесь ой посмотрите какой румяный прекрасно оставляю пусть немножко остынет ну а мы займемся третьим вариантом понадобится плоская тарелка выкладывают чеснок если мелкий целенькие зубки вот так вот если крупненький разрезаю на две-три части сердцевинку можно убрать тут по желанию я не вижу мне ничего такого страшного выкладываю тонким слоем видишь как вовремя мы его спасаем тут уже и росточки есть осталось только поставить в микроволновку и высушить я это буду делать импульсами первый раз на пять минут мощность 850 ватт а я пока вторую тарелку подготовлю мне в какой так смотрим что у нас здесь вот что произошло через пять минут он уже начал немножко подсыхать и с этого момента друзья я буду следить и добавлять по 2 1 минутки сейчас 2 добавлю потому что может произойти вот такое смотрим могут вы пересушили немножко даст сережка второй раз пять минут это много зато сухой 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 снова достаем а я его немножко перемешаю же видно кое-где уже такой прям сухой сухой как раз еще испарится лишняя влага снова убираю микроволновку еще две минуты посмотрите он уже у нас здесь а ну ой класс все сухой практически сколько у нас он 9 минут провел вот совершенно сухой а здесь еще немножко влажноватый поэтому я его еще досушу зато какой красивый светленький посмотри у меня уже запах чеснока во рту он везде уже сережка не только во рту чеснок сушился ровно 11 минут посмотрите как эти кабачки жарены и не скажешь это чеснок все полностью сухой высыпаю на полотенечко и даю хорошо остыть друзья ни в коем случае не обрабатывайте целый пакет чеснока в один день он хорошо остыл звонкий такой беру часть и выкладываю в кофемолку поехали тоже буду импульсами вуаля пересыпаю в сухую банку аромат такой реальные специи смотрите вообще класс продолжаем сергей николаевич по твоему совету буду делать вот так во всем доме сейчас все окна откроем и пойдем на улицу а утром продолжим уже все кто я стал включил сушиться еще ну что продвигаемся дальше это чеснок остыл и теперь нужно освободить коробочки как я это делаю да очень просто беру надавливаю короче пока он теплый он хорошо выдавливается как только он застыл уже это сделать сложнее вот примерно вот так вот чеснок немножко присаливаю добавляю примерно одну чайную ложку яблочного уксуса можно заменить на лимонный сок по вкусу и сюда же миллилитров 100 растительного масла чтобы паста долго хранилась масло идет как консервант все измельчаю с помощью блендера все паста готова вкусно совершенно непонятно что это чеснок пасту перекладываю в чистые сухие баночки храню в холодильнике ну можно на хлеб намазать можно в суп добавить в кашу в пюрешку можно добавить ой мне вообще накрываю крышкой и убираю в холодильник хранится до месяца прекрасно можно и заморозить пришло утро и мы наконец-то справились с нашим чесноком вот что у меня получилось у меня получилась вот такая вот ароматная чесночная соль кстати мы уже сегодня жарили яичницу с ней получился вот такой вот сушеный чеснок целая баночка какой красивый видно это то что вчера а это то что сегодня сегодня мы набрались терпения и уже у нас получилось более светлый а это моя любимая чесночная паста можно на бутерброд в кашку малашку да куда угодно друзья она очень ароматная вкусная так что ставьте лайки делитесь своими рецептами способами как же сохранить все таки этот чеснок до весны привередливаем оказывается все это тумбочку это тоже в тумбочку а это в холодильник